Привет всем! Наконец-то! Наконец-то я купил себе макбук. Итак, сейчас покажу вам распаковку. Встречались мне такие тупорылые комментарии, мол, если у тебя нету макбука, значит ты нищеброд. Народ, что за стереотипы? Вот, пожалуйста, никогда так не думайте. Если меня устраивает старый комп, я буду пользоваться старым компом. Если мне нравится, например, Samsung, он намного круче айфона, он 100 раз лучше айфона S8, я буду пользоваться Samsung. То есть, если у вас, например, седьмой айфон, зачем вам покупать восьмой, если вас полностью устраивает седьмой? Неудобно немного одной рукой. Так, вот такая вот коробка. Вот он наш Apple. Знаете, почему я не хотел покупать Apple? Меня полностью устраивает мой комп, и плюс вся работа там. Все пароли, все, не знаю, аккаунты, все там у меня настроено, все программы. И вот это вот все переносить на другой комп займет, ну, не знаю, где-то реально неделю. То есть, я пока буду пользоваться старым. А Apple я купил для того, чтобы... Для того, чтобы делать стримы. Делать стримы и монтировать видео. Так, как его достать отсюда? Итак, ну, первое ощущение вообще нереально крутой. Нереально крутой дизайн. Тонкий, очень удобный. Так, давайте включим его. Знаете, как вот взять телефон, кнопочный телефон, это вот старый ваш ноут. Вон тот вот ноут. А вот этот вот, как будто вы взяли какой-то дорогой смартфон. Ого, все, блин, здесь реально загрузка идет буквально за, не знаю, за сколько. За пять секунд загружается комп. Что я вам еще хочу сказать. Здесь нереально крутое изображение. И здесь очень-очень шикарный звук. Я бы вам включил, но вы ничего не услышите через камеру. Здесь настолько шикарный звук, что я просто... Как реально какая-то стереосистема. Настолько глубина есть, басы есть. Нереальное качество звука. Вот я не знаю, как можно было в такую вот толщину вместить такие крутые динамики. Ну, дизайн очень крутой. Конечно же, здесь Apple этим берет. Так, что у нас здесь идет? Здесь у нас шнур. Шнуры какие-то, переходники. Так, вот такая вот какая-то пластмассовая коробка. Так, что это у нас такое? Это какая-то непонятная пленка. А, это инструкция обычная, да? Ага, пленка, чтобы протирать. Наклейки. И инструкция. Дальше. Так, ну и блок, да? Я так понял. Вот. Ну и блок для ноута, а это, походу, переходник. Ну вот и все. Что здесь еще идет? А, это коробка, походу, приклеена. А нет, не приклеена. Ну все, дальше там ничего нету. Вот и, в принципе, все. Очень удобный тачпад. Нереально удобный. И нажимается он здесь полностью по всей плоскости. Так нету ни одного свободного Wi-Fi. Итак, давайте перейдем к ценам. Этот MacBook мне обошелся ровно в 150 тысяч рублей. Также мне его настроили. Вел свою учетную запись. Настройка вообще стоит 6 тысяч рублей. Мне она обошлась за тысячу рублей. То есть, всего получилось 151 тысяча рублей. Вот этот вот MacBook стоит. Блин, здесь немного непривычно, что вот крестики находятся на другой стороне. Ну что, приятного мне пользования. Погнали торговать. В этом видео я хотел бы затронуть очень-очень важную тему. Вот, хотел бы детально вот про нее вам рассказать. На фоне, конечно же, я поставлю свою торговлю. Там все просто. Идет восходящий скальпинг. Я отлично там зашел. В верхние точки на понижение. В нижний словил на повышение. То есть, там была тенденция. Вот, идут вот эти вот бугры. Вы увидите. И вот они повторяются. То есть, они приблизительно там одинаковых размеров. Вы вот прикидываете и заходите в сделку. Там абсолютно все просто. О чем же я хотел с вами поговорить? Вот знаете, когда я уже вот столько прошло времени, да, когда я начинал еще. Я вот пересмысливаю свою торговлю. И вот, знаете, что изменилось? Вот тогда первые мои видео, когда я начинал. И вот когда и сейчас. Что изменилось? Я могу это так вот описать. Раньше я очень много торговал и мало анализировал. Сейчас я анализирую и мало торгую. Вот так вот получается. То есть, это, конечно же, большой плюс. То есть, вы видите, сейчас я захожу крупными сделками. Ну, как крупными? Для моего депозита это как бы нормальные сделки. Но вот хорошую ситуацию выждал, заработал, ушел. Вот так вот у меня все происходит. Смотрите, в чем здесь фишка. Фишка в том, понятно же, фишка в своей стратегии, в своей четкой стратегии и в эмоциях. Самое-самое главное, блин, это эмоции. Это, наверное, ну не знаю, процентов, я бы даже так сказал, 70 вообще из-за всей торговли. 70 процентов. Остальное все стратегии и всякая там прочая ерунда. Почему? Потому что школьник, который посмотрел два видео, заходит на демо счет и делает миллион. Почему так случается? Он что, мега уже аналитик? Он столько знает? Нет. Потому что у него эмоции на нуле. Он вообще не переживает за эти деньги. Вот почему так случается. Только он переходит на демо счет, у него там 350 рублей, он жестко переживает, эмоции берут свое, и там уже никакой торговли не получается. Чему я веду? Веду к тому, что вам нужно максимально сделать так, чтобы вы торговали на реальном счету, как на демо. Вот я вот это вот чувство максимально приблизил. Я сейчас вообще не переживаю. Я вам расскажу, какие шаги нужно сделать, чтобы вот ваши эмоции были вообще там на нуле, и вы себе спокойно торговали. Вот представьте, если бы вам вот взяли и поменяли счет. Вот демо стал бы реальным, а реальным бы стал демо. Вы себе зашли и такие, торгуете, торгуете, а то оказался реальный счет. А то вы уже там наделали много денег, там уже 7 миллионов. Мне кто-то пишет, я там, что подписчика разгоняет до 7 миллионов, до 8 миллионов рублей. Тупо на демо счету сидят себе и не парятся, и разгоняют. Но на реале у них вообще ничего не получается. Нужно убрать вот эти вот барьеры. Вот я вот себе задумался, вот почему, почему так? Что вот мне мешает? Почему я на демо могу столько зарабатывать? Здесь я не могу столько зарабатывать. И если я вот эту вот найду грань, как вот эту вот грань убрать, вернее. Вот если я найду вот это вот какое-то, не знаю, не знаю, золотое правило, золотой какой-то секрет, что я пойму, что так же использовать реальный счет, как я использую демо, я смогу зарабатывать. И я вот этот вот секрет нашел. Во-первых, сейчас я вообще уже не парюсь. Почему я не парюсь? Потому что я знаю, что если там произойдет слим, там 70 тысяч, там 100 тысяч, там хоть и 200 тысяч, я все равно эти деньги отобью. Потому что по скальпингу у меня еще там, не знаю, два раза подряд я никогда не сливал, чтобы коридор у меня два раза типа выходил и все деньги терял. Такого у меня еще не было. Часто, конечно же, слетают уровни, коридоры не срабатывают, но процентов 80 все заходит. Я уверен, я вообще не парюсь. Ну сливы. Ну ничего страшного. Я зайду в следующий коридор и там обязательно эти деньги отобью. И там все отлично заходит. Плюс это не последние мои деньги. И вот мне не страшно вот эти вот деньги потерять. То есть вы никогда не должны торговать на последние деньги. Ни на какие кредиты, ни на какие долги, что вам там нужно кому-то отдать вот очень-очень жестко. Нет, произойдет слив. Никогда так не делайте. Вот последняя надежда, вы все деньги на это поставили. Нет, так не делайте, потому что это вообще неправильно. Там вы торгуете только эмоциями. Вот вам нужно как-то убирать эти барьеры. Итак, как сделать так, чтобы вы не подчинялись вашим эмоциям? Ну или сделать так, чтобы эмоции несли вам минимальный ущерб? Во-первых, это торговать на свободные средства. Свободные средства вы уже не так переживаете. Ну слили вы, но ничего страшного. Конца света не произойдет. Второе. Когда вы, например, залили тысячу рублей, сделали с них 3000 рублей. Вывели свою тысячу. Вам уже будет проще торговать. У вас осталось 2000 свободные. Вы можете как хотите. Можете улынами уже там валить. Проиграете. Ничего страшного, потому что вы свои деньги отбили. Свою тысячу вы забрали и все. Там уже считайте, что то ваш демо счет. Да, вы уже можете как хотите там торговать. Вот это вот два таких самых главных. И третье это своя стратегия. Не переживайте. Если у вас что-то не заходит по своей стратегии, не нужно бежать и искать следующую стратегию. Там у вас зашло, но в следующий день у вас опять по той стратегии ничего не зашло. И вы вот так вот меняете стратегии, мечетесь. Вот через все это я проходил. У меня было абсолютно так же. И теперь я понял, что моя стратегия работает. Что она всегда работала. Она и раньше работала. Просто если у меня случался неудачный день, я сразу же бежал к другой стратегии. Это рынок. Вы поймите. Ваша стратегия всегда будет давать сбой. Любые стратегии дают сбой. Потому что это рынок. Вы не знаете, куда он пойдет. Никто не знает, куда пойдет рынок. Люди только предполагают. Опытные трейдеры предполагают. И они оказываются правы там 80% своих решений. Потому что они хорошо знают аналитику. Хорошо разбираются. Много уже торговали. Знают вот эти вот тенденции. Знают все нюансы. Знают, как рынок себя вел. Но никто не может знать, куда пойдет рынок. Произошла просадка. Ничего страшного. Зайдете на следующий день. Строго по стратегии. Никуда не отклоняетесь. И все, вы четко заработаете. То есть я уже по этому поводу вообще не переживаю. Потому что это стандарт. Это все работает. Уровни как работали, так и будут работать. Всю жизнь они будут работать. Да, они часто дают сбой. Часто пробиваются. Там все выходит из-под контроля. Но остановились, ушли. Да. Ничего страшного. Вот меня спрашивают, как правильно зайти в скальпинг. Ну вот, если так честно сказать. Ну, в любой момент, как бы вы там по всем критериям не выбрали, все равно может произойти пробой. И этот рынок уйти, куда ему вздумается. Вот понимаете? Короче, я думаю, как-то более-менее я донес вам то, что хотел донести. И вот за все эти года, когда я торговал, я понял, что самое дельное, самое рабочее, это самое простое. И вот если бы я вот тогда не рискнул, когда вот я начинал, вот как у меня вот произошел вот этот вот пробой, что я начал зарабатывать. Потому что я залил крупную сумму и понял, что не нужно переживать. Я так боялся потерять эти тысячи долларов, но потом понял, что если я буду торговать строго по стратегии, всего придерживаться и эмоции вообще исключать, все у меня получится. И вот с тысячи я уже начал. Там 4 тысячи долларов, 5, 10 и все у меня пошло. Сделал лимон, купил квартиру. Конечно же, есть немного мандраж. Конечно же, там, когда крупная сделка, когда вот у меня нонфарм, конечно же, там у меня немного потеют ладони. Да, это все есть, но оно уже не так, не так сильно, блин, меня задевает, понимаете? Я могу с этим справиться. И у вас тоже все будет отлично, если вы вот сумеете, сумеете как-то максимально приблизиться к этому. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки. Всем пока.